В ютуберском деле самое главное понять Что в принципе ты можешь делать абсолютно все, что захочешь А я ведь с таким фоном могу спокойно снимать видеообзоры теперь, да? Как какой-нибудь там этот Бэткомидиан Смотрите, у них индийский Индиана Джонс Но типа индианы, типа индийский У них свет стоит неправильно На моем самом первом компе, чьи системные требования звучали как Пентиум 4, оливковая тема Были мои самые первые две собственные игры Это Диабло 2 и Ред Фэкшн Которую у нас буквально перевели как Красная Бригада Хорошо, Паркер, это тренировочная фаза твоего испытания в Красных Бригадах Марс Изначально человек планировал обжить планету Сделать второй землей Построить цивилизацию на алом булыжнике Однако судьба сложилась совершенно иначе Красный шарик был отдан в руки корпорации Ультор На которую возложили важнейшую задачу Превратить Марс в горнодобывающее предприятие И добыча началась А Бобос потек рекой На улице шел 2075 год Все на Земле были уверены, что ныне Марс это достаточно перспективное предприятие Ультор давала возможности каждому Врачу, бухгалтеру, инженеру Прям замечательнейшая космическая вахта Однако особо значимыми на Марсе считались две профессии Шахтер и охранник Наш рассказ начинает свой шаг именно тогда, когда на Марс прилетел Некий непримечательный шахтер Марс, раньше я считал его романтическим местом планеты и загадок и приключений Парчер самый обычный работяг Желавший отправиться вахтовиком на Марс Один годик работы помог бы ему разобраться в себе Определиться с жизненным путем и заодно скопить начальный капитал Однако жизнь, она, она такая Сначала ты грезишь А потом твои мечты ударяются зубами о бордюре реальности Ох, каким же я был идиотом Жиль в шахтах, это ад У меня не было и минутки на себя с тех пор, как я попал сюда Нас запихнули по восемь в комнату Так что приходилось по очереди пользоваться кроватями Условия почти невыносимые, охранники повсюду Культуры безразлично, живы мы или мертвы Или на грани взрыва И таким макаром Паркер провел на Марсе 6 месяцев Условия абсолютно ужаснейшие Шахтеры работают в тесных душных костюмах по 10 часов в день Никакого досуга, никакого альтернативного времени бытия Никаких утренних сидений в туалете с сигареткой Каждое достижение твоего дня это то, что ты вгрызся в породу чуть глубже, чем вчера Я уверен, что после прилета домой наш герой вполне спокойно написал бы современную версию произведения Записки из мертвого дома Однако история сложилась абсолютно иначе Дела пошли еще хуже Шахтеров начала косить совершенно непонятная чума Люди падали замертво, один за другим с киркой в руках и потертостью в паке Боясь оказаться следующими, шахтеры начали сходить с ума и злиться Больше огня во все это подкидывали неизвестные, которые расклеивали листовки с призывами быть готовыми дать отпор И именно тогда, когда обстановка накалилась до предела, наш герой закончил свою смену Вторая смена окончена Шахтерам вернуться в бараке Пошли, парка, смена окончена Работяги собирались на долгожданный отдых К тому же на обед давали макарошки с протеиновой котлетой Что еще нужно марсианскому работяге после тяжелого дня? Как вдруг, внезапно между шахтером и охранником случился конфликт Эй, куда это ты направился? Да пошел ты, кретин, у меня был тяжелый день Это продлится еще немного, шахтерская крыса Пусти меня, или... Ты угрожаешь мне? Что ж, отведай этого В данном же случае охранник стал между шахтером и его котлетосами Терпение работяг кончилось Охрана неожиданно для себя получила удар марсианским кирзачом прямо по своей пасти В этот момент становится особенно интересно наблюдать за конфликтом Да, охрана хорошо вооружена, но у бунтовщиков есть иные преимущества Взрывчатка и очень податливая марсианская порода Отведай вот это, ваш шахтер! Ублюдок! Отведай вот это, ваш шахтер! Именно тогда, в разгар красного бунта, зазвучал голос сопротивления Голос красной бригады Шахтеры, говорит Иос, глава красных бригад Время пришло! Рабочие в шахте М4 начали восстание Сейчас они сражаются и умирают за вас Объединяйтесь с красными бригадами Нанесите удар Ультору! Иос призывала всех работяг перестать терпеть и взять все в свои руки И хоть рвупор Ультора пытался ее перебить Сопротивленческий локомотив разогнался В общем, тогдашний положняк был таков Да, сражаемся и бастуем Но при этом, очень много шахтеров Просто хотят взять да по фасту угнать шаттл И свалить на землю Спасибо Эй, пошли за мной Шахтеры направляются к стыковочному отсеку захватить челнок Они хотят выбраться с Марса на землю Помоги добраться до челнока Я уговорю их взять тебя с собой И хоть многие погибали под градом пуль Паркер упорно двигался вперед И подминал под себя жестоких пещерных ментов И оно не удивительно Ведь Паркер пьет имба энергии И не просто имбу, а имбу особенную Паркер, знаете ли, поклонник былого А потому с радостью потребляет напиток со вкусом буратино Мы в красной бригаде помним славные времена, когда воздух был чище, небо ярче, а тетерис был лучшей портативкой Имба буквально возвращает вам те самые эмоции от напитков Теперь нам стали доступны легендарный барбарис, колокольчик, буратино и лично моя наиболее любимая крем-сода Ох Хей, хей паренек, отправляйся Ты на сайт и заказывай имбу прямо сейчас Имба Energy Переходи по ссылке в описании под роликом Красная бригада одобряет Шажочек за шажочком Паркер успел пострелять, повзрывать и даже посидеть за горнодобывающим транспортом Красота Плюс во время всего этого Илос поддерживала нас своими пламенными речами Вспомните погибших шахтеров, нанесите ответный удар Эй! Сесть! Я вас в свободе! Однако будьте уверены, что даже при таком настрое достичь каких-либо результатов было бы весьма сложно И стоило об этом задуматься, как совершенно внезапно с Паркером связался некто Паркер, ты не знаешь меня, я Хенрик, я хочу помочь тебе Я инженер службы безопасности Ультора, у меня есть свои причины ненавидеть их и помогать тебе Я наблюдал за бунтами по мониторам, ты единственный из М4, который зашел так далеко Будь осторожен, Паркер, Ультор прикладывает все усилия, чтобы блокировать шахты и сдержать распространение восстания Этот чел, один из представителей так называемого высокопоставленного персонала Он решил воспользоваться своим положением и помочь шахтеру пробраться как можно дальше Конкретно на тот момент он решил, что Паркеру было бы неплохо поспеть за остальными шахтерами, кои пытаются добраться до челнока, дабы свалить отсюда Через полчища врагов, бараки и частичные разрушения от боевых стычек наш герой стремился вперед Всюду виднелся беспредел и его последствия, и хоть Хенрик свел работягу по безопасным или хотя бы проходимым путям Выше есть обходной путь в стыковочный отсек, если он не перекрыт Восставшие шахтеры тоже прошли этим путем, лифты впереди уничтожены во время столкновений Тебе придется взбираться наверх Торопись, Паркер, шахтер уже в челноке Паркеру не удалось поспеть за небольшим отрядом счастливчиков, кои все-таки смогли угнать корабль и отправиться на землю Они отбыли, если бы ты только был чуть порасторопнее Однако у судьбы были свои планы Паркеру не суждено было отбыть со всеми, ведь не успели они взлететь, как системы ПВО пустили по их следу рой из ракет Хмм, возможно быть медлительным иногда не так уж и плохо Брось оружие! Что ж, один из вариантов отпал Бежать не имеется возможности, но имеется возможность сражаться Именно тут наш Паркер выходит на путь настоящего работяги из Красной Бригады Для начала он под руководством Хендрикса отправился на поиски базы бунтовщиков По пути вырезая охрану и даже тяжелую технику для защиты персонала Таким макаром наш герой попадает под поле зрения само Иос Если ты останешься в живых, пока мы не пропьемся, мы найдем тебя! Она восхищена успехами копателя и просит о помощи Свершить диверсию в электростанции, дабы застать охрану врасплох И помочь бунтовщикам пробраться глубже на территорию врага Отключив энергию, мы перейдем в решающее наступление Но пока наши отряды встречают ожесточенное сопротивление Паркер сам по себе работяга великолепный и поэтому свою задачу перевыполняет Не успев еще добраться до нужной точки, он сломал, перестрелял и взорвал всех и вся Не важно кто и не важно что, под раздачу попал каждый Очутившись на самой станции, наш герой смог лицезреть технологичность строения Ближайшие постройки и комплексы питаются от станции не простой, а геотермальной То есть энергия добывается от лавы Весьма подборски Ну и наш герой превратил это технологическое чудо в труху, в мякиш В финальный билд киберпанка, а потом с каменным лицом угнал подлодку Барахтаясь в подземных водах, наш герой получил следующее поручение от начальницы красной бригады Нео Чума убила огромное количество невинных шахтеров И по словам женщины, кое-кто в курсах об ее истоках И может поведать интересные вещи Заместитель директора Ультор Грифон Именно этого человеку Паркеру необходимо найти, выкрасть и привести прямиком в лапы повстанцев Однако задача эта непроста Паркер, у меня для тебя форменная одежда, Паркер, надевай ее и иди Дай мне твое оружие, а то его видно под униформой Возьми этот пистолет с глушителем Держи его в кобуре под униформой, используй только в крайнем случае Шахтеру выдали деловой костюм и пустили с одним лишь пистолетом в офисные помещения Где белые воротнички выполняют свою работу и вообще не в курсах о происходящем глубоко под землей Я занятой человек, а ты отвлекаешь меня Вот настолько они далеки от суровых реалий жизни рабочих Но все не так плохо, случилось минимум две приятные вещи Костюм оказался Паркеру очень даже как раз А в одном из офисов удалось встретить знакомого нового друга Привет, Паркер, мне просто хотелось встретиться с тобой лично Я должен оставаться здесь, от меня здесь больше пользы Втихарину нашему герою все-таки удалось добраться до Грифона Однако реакция последнего поразила всех Постой, не стреляй, я могу помочь тебе Ты ведь Грифон, да? Заместитель директора Грифон? Да Зачем мне твоя помощь? Пистолет ведь у меня У меня есть важная информация Ты должен доставить меня к Иос А что ты знаешь об Иос? Тор знает все об Иос Это они заварили всю эту кашу Ты должен доставить меня к ней Что ты имеешь в виду? Они заварили эту кашу Нет времени на объяснение Отведи меня к Иос, я расскажу ей все, что знаю Удивительно, но помимо Хендрикса Помочь нам желает и сам заместитель Который по его собственным утверждениям Может много чего важного поведать про Ультор И самое главное, про чуму Этих двоих ждал интересный путь Путь по земле Через пропускные точки По воздуху И через огромного мать его робота Который буквально создан для того, чтобы подавлять митинги Это робот Ультора для подавления восстаний Я не знал, что у них есть такие Весьма забавно, что Паркер сражается с ним На мусорном заводе Отправляйся туда, куда тебе и место На парашу Ну и в общем, шахтер доставил Грифона В лапы бунтарей А конкретно в руки важного шахтера Ориона Который во всей этой ситуевине типа важен И вообще чуть ли не правая рука Иос Но мелькает он в эпизодах так же часто, как кусочки мяса в тюремной баланде Время расставаться пришло А ехидный Паркер не упустил возможность И поддел воротничка Про ботяжски С меня хватит Меня больше не интересует твоя пронырливая задница Что ж, нужно идти, пока не появилась охрана Это тебя не касается, Паркер Только проныру Иос свяжется с тобой Что ж, спасибо, Паркер И удачи Эй, а ты не называй меня пронырой Еще одна задача выполнена Вроде бы восстание идет очень даже хорошо Я бы даже сказал С огоньком С революционным задором Однако с этого момента Начинается вторая часть истории Темнота надвигается Гриффон с огромнейшей радостью поделился своими знаниями И знания эти поразили даже Иос Гриффон по сути своей образованный И относительно честный для своего положения человек Пришел он в Ультор загребать бабоса Для счастливой жизни Однако В какой-то момент он понял Что-то определенно не так Он заметил, что на предприятии работает очень много ученых Которые вообще никак нигде не записаны Кто они? Вдобавок более сотни шахтеров Отправленные в медицинские палаты По якобы причине болезни Внезапно взяли и умерли Почему? С этой загадкой он пошел к своему начальству Однако там ему четко дали понять Что еще пара таких вопросов И он лишится своей должности И что вы думаете? Гриффон не отступил И отправился с данным вопросом К главному ученому корпорации Ультор Акселю Капэку Капэк человек непростой А потому взял-то и рассказал Гриффину Абсолютно всю правду А тот, в свою очередь, от услышанного Как минимум возмутился Ведь он осознал, что вещи, творящиеся на Марсе Переходят все моральные границы Изучение нанотехнологий Которые, конечно же, включали в себя опыты над шахтерами Больным банально вкалывали непонятные вакцины Которые непонятно что должны были сделать Это и вызвало неочуму, косящую всех подряд Ныне же Паркеру необходимо найти этого поехавшего И желательно живым Дальнейший путь кровавого бригадира Лежит через больничные палаты По идее, тут наш герой все так же должен был Аки-шпион пробираться по-тихому Но тот устал от творящейся вокруг лжи и аморальщины А поэтому убивал абсолютно всех и вся В любом случае Паркер добирается до цели и знакомится с Капиком лично Паркер, как я рад видеть тебя Я должен поблагодарить тебя за то, что ты начал эту маленькую диверсию Это так облегчило мою работу Что ты имеешь в виду, старый безумец? Эти проблемы дали мне потрясающую возможность ускорить эксперимент Кто замечет нескольких исчезнувших шахтеров во всей этой суматохе? Черт с ними, с приказами! Умри, Капик! Поздравляю, Паркер! Ты первый, кто увидел мой нано-щит в действии А теперь я должен вернуться к своей работе Наслаждаясь тем немногим временем, что отпущено тебе и твоим друзьям Увы и ах, но ныне наш герой ввязывается в погоню за поехавшим Парень работящий бежит, сломя голову за летающим дедом И по пути убивает разную живность Начиная со странных марсианских обезьянок и заканчивая охранниками Я вижу тебя, Паркер Я разберусь с тобой позже Возможно, я даже смогу убедить тебя принять участие в одном из моих экспериментов В конце пещер расположился вход в секретный научный комплекс Который Ультор тщательно пытался скрывать Ведь именно там Капик может спокойно, вдали от глаз, проводить свои научные работы В теории способны принести корпорации Ультор много-много денег Ты прибыл как раз вовремя, Паркер Сейчас время кормления Начинается увлекательное сафари А добрый летающий карлик с радостью знакомит Паркера со своими творениями Сделал ничего плохого! Сюда! Помогите! Охрана! Посмотри внимательно, Паркер Ты не узнаешь своих старых друзей? Не каждый образец адекватно реагирует на нано-инъекции Ну не важно, даже неудачи дают нам информацию В научном прогрессе любой, даже ты, Паркер, можешь быть полезным От всего этого ярость работяжья лишь растет, а кровавый бригадир с большей яростью движется вперед Несмотря на старания Капика, герой прорвается сквозь опасности, воду и огромных чудовищ В конце концов он добирается до центра комплекса и буквально казнит весь персонал Участвующий во всех ужасных разработках И я вам говорю Даже не думайте их жалеть Когда-нибудь вы поймете почему Капок загнан в тупик, ему не остается ничего другого, кроме как дать бой и ответить за содеянное Однако он совсем не ожидал, что на помощь Паркеру придет сама Иос Как бы ученый не пытался, но выстоять ему не удалось Стоило ему спуститься на землю, как мигом подбежала бунтовщица и начала требовать с него вакцину от чумы Которая, как мы видим, поразила и ее Паркер же припирался и требовал скорее убить негодяя А Капик лишь бредил, говорил, что они глупцы Никакой надежды нет И пожелав им смерти, откинулся И оподливился в штанцы Иос в панике, она решает остаться и порыться в компьютер, пока есть время Ведь совершенно внезапно начался обратный отчет самоуничтожения комплекса Паркер же, не хотя, отправился вперед Ибо Иос так приказала 30 секунд до самой ликвидации Теперь же дело вроде бы остается буквально за малым Со слов Хендрикса, Паркеру необходимо добраться до центра связи Ультур и отправить на землю сигнал бедствия Чтобы те отправили сюда свои силы для спасения людей Однако, как бы это ни звучало иронично, самые сложные проблемы начались именно сейчас Есть подозрение, что Ультур осмелится использовать свои спутниковые лазерные системы и разнести землянский флот Поэтому Паркеру придется как-нибудь добраться до спутника на орбите Марса и уничтожить его Но это будет не так просто, ведь после смерти Капока был спущен резервный полк наемников Под руководством кошмарной дамы Полковника Масако Они держали полк наемников в резерве, а теперь они пустили их в код Наемниками командует полковник Масако Это редкая тварь Они все мясники, но она выделяется даже из них Страшна эта женщина тем, что она решила избавиться от проблем своим путем А именно тотальным уничтожением шахтеров и охранник Но Паркер работяга могучий, а потому без проблем отправляет сообщение Убивает наемников, узнает, что Иос жива Паркер, это Иос Я нашла формулу вакцины и выбралась оттуда Рада, что тебе тоже это удалось Она с другими работягами синтезирует вакцину против чумы А Багровый тем временем лично уничтожает ракетно-оборонный комплекс Дабы он смог спокойно долететь до спутника Мама говорила, что я плохо кончу И дальше абсолютно уверенный в себе Паркер Добирается до авиапорта Откуда втихаря на челноке добирается до спутника Внутри которого он включает систему самоуничтожения И отправляется обратно на Марс Хендерикс, кстати, успевает порадовать шахтера И говорит, что видимо сообщение дошло до земли Так как все ульторовские внезапно начали сжигать всю бухгалтерию Ломать компьютеры и ожидать прибытия людей с земли Стоит Паркеру приземлиться на землю Как Хендерикс рассказывает ужасные вести Ульторам было решено эвакуировать персонал И взорвать весь добывающий комплекс Дабы вообще не было понятно, что случилось Наемники же во главе с Масако схватили почти всех шахтеров Включая Иос И теперь терзают их Паркер пытается спасить и всех Но сам попадает в лапы лиходеев Эй, приятель Ты очнулся? Ну и видок у тебя был Весь в крови и рвоте Медики обработали и вымыли тебя Не знаю, чего они беспокоились Нас все равно убьют Происходит что-то серьезное Вокруг все кишит наемниками, как муравьями Не знаю, что все это значит, наручаюсь Красные бригады Его, конечно же, потом освобождают свои Но ситуацию это не облегчает Необходимо остановить уничтожение всего добывающего комплекса Паркер, я не думал, что тебе это удастся Наши дела довольно плохи Паркер находит Хендрикса в компании шахтера И вместе с ним кооперируется, дабы добраться до бомбы Но, к сожалению, некие шаги бунтовщиков были предвидены Ехины цундерки Смотрите на это Хендрик наконец вылезет своего укусия А вот что наемники делают с предателями Эндрик Паркер, останови их Не дай Уль Тору убраться со всем этим У тебя, похоже, почти не осталось друзей, Паркер Верный товарищ, и тот без кого не было бы такого колоссального успеха был убит А Паркеру не остается ничего, кроме как яростно двинуться вперед На встречу с кровожадным лидером наемников Может быть, я нанесу визит твоим родителям, когда вернусь на землю Им не останется даже тело, над которым можно скорбеть Ты и все остальные крысы будете просто испарены при взрыве Битва с ней была не из самых легких Ведь она, как минимум, использовала на насчет капика Но даже Масака пала под тяжелым кирзачом у революционера Наконец-то герой добирается до бомбы Рядом с которой сидит связанная Иос Паркер Ньюс, Осака установила таймер на бомбе Отправилась за тобой Возможно, остались какие-то секунды С помощью ее особого анализатора Паркер пытается взломать бомбу И, находясь буквально на грани смерти Предотвращает запланированный взрыв Все Дело сделано Отчет остановился Я обезвредил ее? Да, пожалуй, так и есть Эй, сыворотка работает Да, похоже на то Может, ты отодвинешься от моего лица? Медики обеспечат ей больных шахтеров по всему комплексу Завтра чума станет историей Хорошо, но что? Этот комплекс теперь находится под контролем сил безопасности земли Сложите оружие немедленно По вооруженному персоналу будет открываться огонь Это спасательные силы, вызванные тобой, Паркер Они вычистят оставшихся наемников И... и что теперь? Ты герой, Паркер Расслабься и наслаждайся жизнью Размышляй, может быть, подыскивай новую работу А что ты собираешься делать? Кто знает Я не останусь на Марсе Это уж точно После всего этого И это был Red Faction То есть Красная Бригада В этой замечательной истории вы стали свидетелями того Как, несмотря на превосходящие силы Рабочие смогли снять с себя рабские оковы Восстановили справедливость И остановили крупнейшую корпорацию Ультор Которая в порыве за выгодой и облачными возможностями Довела рабочий класс до ручки И позволила сумасшедшему погубить сотни человек Выжившие еще долго будут передавать из уст в уста Именно Паркера, Иос, Хендрикса и Ориона На которого всем на самом деле пофиг И вообще я его случайно задавил Но как бы это ни было странно Все случившиеся события заложили основу Еще более страшным событиям О которых вы, конечно же, узнаете Если поставите этому ролику лайк И отпишитесь И переподпишитесь на мой канал Просто в последнее время Ютуб творит какую-то лютую дичь Не только в отношении меня А всех ютуберов в принципе Поэтому если вы так сделаете Это очень сильно поможет мне Пожалуйста А на сегодня все Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok